Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Пашинян набросился на своих союзников, членов АДКБ. Он их назвал наблюдатели. Видите, Пашинян недоволен, как сейчас сложится ситуация на Южном Кавказе. Эти самые союзники оставили его один на один в войне с Азербайджаном. И вот что он тут заявил. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к соотечественникам обвинил союзников Еревана в том, что они в течение 22-го года не помогали Еревану. Так, здесь вот армянское издание «Новости Армении» подробнее опубликовало эту статью. И вот что здесь пишут. «Союзники оставили Армению одну», заявил Никол Пашинян. Так, сегодня 1 января 23-го года, новости Армении. Вот, союзники оставили Армению одну, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении. Пожаловался, что, мол, эти страны, 6 стран могли помочь во время конфликта в 22-м году, когда вооруженные силы Азербайджана вступили в бои с армянскими формированиями. И Пашинян говорит, где вы были, союзники, почему не пришли ко мне на помощь? Вот, агрессия против суверенной территории Армении в мае 21-го года по 13-го сентября 22-го года была вдвойне болезненной, «Потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя», заявил Пашинян. «При этом он отметил, что Армения не осталась одна и выразил благодарность странам, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспретендентное решение в поддержку и установление безопасности и стабильности в нашем регионе», заявил Пашинян. Так, подробнее вот, что он описывает ситуацию, как сложилось в тот год. «Случай агрессии Азербайджана против Армении». В общем, все описал, как это все происходило. В ноябре 22-го года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что за последние полтора года Армения трижды подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. 11 мая, 14 ноября 21-го года и 13 сентября 22-го года. И что Азербайджан оккупировал 140 квадратных километров суверенной территории Армении. Так, несмотря на многочисленные призывы властей Армении, азербайджанская страна отказывается отвезти свои войска в суверенные армянские территории. Более того, строят там инженерно-фортификационные сооружения. В общем, вот я вам покажу на карте сейчас, где находится вооруженная сила Азербайджана. Начиная озеро Гёчи, вот здесь практически Азербайджан контролирует всю эту дорогу. Вот здесь, начиная отсюда, потом Варденис, Сотк, здесь есть Кут, я знаю, да, Верин Шоржа. Здесь везде стоят вооруженные силы Азербайджана, где-то вот так по этой линии. В общем, эта карта уже устарела, где, видите, красные линии, это всё. Азербайджан где-то стоит вот так, вот так, вот так, вот так. И потом идёт дальше, если следить, это уже практически у Джермука. Так, сейчас я измерю расстояние. Так, сколько? Так, где-то вот так. Где-то километров около 10 точно, это минимум. Потому что уже в Джермуке там паника была. Эти армяне кричали, что мы видим азербайджанцев, они там уже вооружённые. В общем, дальше поехали. И всё, по всей линии практически все высоты вдоль границ. Сейчас вот Армения, Азербайджан, сейчас занимает азербайджанский спецназ, я понял так. Он здесь вот вдоль дороги, потом здесь вот, я говорил, здесь в этом месте азербайджанцы. Около озера вот это вот есть здесь. Тоже азербайджанцы точно находятся 100%. И по всей линии вот идёт, идёт. А здесь особенно вот эти всю дорогу контролируют. Это точно уже знаю. И вниз сюда, Кафан, Сюник и сюда, в общем. В общем, Пашиан говорит, что мы потеряли за последний год, когда вот были столкновения, 140... Так, сейчас я посмотрю, сколько он там заявил, а потом про это. Он заявил, что потеряли 140 квадратных километров с суверенной территориями. В общем, всё, что нажито непосильным трудом, всё потеряно. 140 квадратных километров. Я не знаю, по карте это много или мало, но вся эта линия, я говорю, под контролем Азербайджана. И он пытался как-то надавить на этих союзников, мол, или ДКБ пришлите мне, или кого хотите пришлите, или российских миротворцев. Пускай они выдавят азербайджанцев с этой территории. Никто не подписался, никто не хотел воевать с вооружёнными силами Азербайджана. И азербайджанцы так и находятся. Они здесь уже дорогу построили, вот здесь где-то, я сто процентов знаю, и уже сооружения свои, доты, дзоты там, ну, чтобы армяи не приблизились в случае, если что, чтобы можно было заезжать эту территорию. Да, и вот он пытался, да, говорит, несмотря на многочисленные призы властей Армении, азербайджанская страна отказывается отвезти свои войска в суверенной территории Армении, более того, строят там инженерно-фортификационные сооружения, я вам говорю, это точно уже. Так, в частности, 13-14 сентября текущего года вооружённые силы Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов, беспилотников. И вот, что Пашинян говорит, мы потеряли. Азербайджане обстреляли 36 населённых пунктов Армении, в том числе Горес, Сисян, Кафан, Джармук, я вам говорил эти названия, Варденис, Тех, вот всё как раз и есть. Гегамасар какой-то, в результате чего полностью частично сгорели, более 190 жилых домов сгорели. Подтверждены, повреждены энергоэнерготические, в общем, объекты, ещё объекты водного снабжения, газопроводы, мост, автомобильные дороги, в общем, всё, что нажито непосильным трудом, всё разрушили азербайджанцы. И вот тут ещё пропали без вести, куда-то пропали, непонятно, более 210 человек, или погибли, они сами не знают, куда эти люди делись. Четыре мирных жителя ещё, ещё неизвестно, вот тут гражданские лица, в общем, список огромный. Так что Пашинян стал жаловаться, правда, непонятно, кому он жалуется, Деду Морозу, что ли, на Новый год, потому что никто не поддержал Армению, даже Путин. Он не подписался, чтобы направить свои войска, как бы Путин решает все эти вопросы, так что оставили Армению на растерзании одну, в общем, вот, вот, и всё. Пашинян жалуется, кто нам поможет в следующем 23-м году? Да вот никто не поможет, всё, Эль-Хам-Алиев сейчас жёстко уже будет заниматься вопросом освобождения своих исторических земель, уже, думаю, очень армянам будет тяжело, особенно вот в этом направлении Зангизура здесь, потому что здесь будет по-любому пробивать Эль-Хам-Алиев этот коридор, и увидите, что там будет в 23-м году твориться в Армении. Ну, тут Иран ещё рядом может влезть, вот плохо, что иранцы, эти мулы там, они будут недовольны, что Азербайджан будет здесь наводить, ну, свой порядок, в общем, будет под контроль брать территорию. Ну, посмотрим, ладно, будем все из-за ситуации. Такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.